Стало известно о возбуждении уголовного дела по факту падения ребенка в канализационный люк. Как мы уже сообщали, дело было в торопце. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По уголовному делу следователями и криминалистами Следственного комитета проводили следственные действия, а органами внутренних дел оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка, а также самое тщательное выяснение всех без исключения обстоятельств его исчезновения. На поиски малолетнего были задействованы следователи и криминалисты Следственного управления Следственного комитета, Главного управления криминалистики Следственного комитета России, сотрудники МЧС, МВД, ГИБДД, администрации Тауропецкого района, волонтерские поисково-спасательные отряды, а также неравнодушные жители города. Всего задействованы свыше 250 человек. В ночное и утреннее время осматривались улицы города, проверялись чердаки и подвалы на предмет обнаружения мальчика, проводились беседы с местными жителями. 28 января слаженное взаимодействие участников поисков привело к положительному результату. Ребенок найден живым, он находился в канализационном люке. К счастью, физически ребенок не пострадал, хотя, безусловно, пережил стресс. Органами предварительного следствия изъята крышка канализационного люка, на которой не было одного из фиксирующих креплений. Установлено, что люк находится на балансе ресурсоснабжающей организации по водопотреблению и водоотведению. Водоканал «Сервис» организован комплекс следственно-оперативных мероприятий. В рамках расследования уголовного дела следователями изъята документация, имеющая значение для следствия. В ходе расследования действием бездействия у лиц, ответственных за ненадлежащее содержание и обслуживание колодцев сетей водоснабжения на этом участке, будет дана правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается. Сегодня стало известно, что в больнице скончалась 90-летняя пассажирка автомашины «Хюндай», которая накануне в Нелидовском районе области на трассе «Балтия» столкнулся с попутной «Газелью». На мокром асфальте при обгоне водитель «Хюндая» не справился с управлением. Еще два человека погибли, и один получил травму при столкновении в Ромешковском районе «Рено» и «Мерседеса». На этот раз с управлением не справился водитель «Рено». Его доставили в больницу, а два пассажира этой иномарки погибли. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге. Мы вновь просим вас о помощи этого человека, разыскивают сотрудники уголовного розыска. Кукушкин Андрей Николаевич, 72-го года рождения, подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Если вы знаете о его местонахождении, либо располагаете другой информацией об этом человеке, срочно позвоните в полицию по указанным телефонам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова